Глаза – зеркало души. Посредством зрения человек получает до 95% информации об окружающем мире. Поэтому так важно заботиться о здоровье своих глаз. В последние месяцы пациентов с проблемами зрения в Венсполской поликлинике ждало не очень приятное известие. Чтобы попасть на прием к окулисту, надо предварительно записаться. Так, например, записавшись в начале сентября, попасть в врачу можно было только в конце октября. Проблемы накопились, так как много детей перед школой, перед детским садиком в конце лета хотели попасть на прием к окулисту, чтобы оформить документы, необходимые для посещения учебных заведений. Поэтому образовался большой поток клиентов именно в конце лета. Следующая проблема заключается в том, что предоставленное Центром расчетов здравоохранения финансирование к тому времени было исчерпано. У нас уже имелся перерасход государственных средств, из которых оплачиваются услуги окулиста. Перерасход был на все услуги Венсполской поликлиники, но именно на услуги окулиста пришлась большая его часть. Поэтому мы были вынуждены принять решение ограничить число принимаемых в день пациентов. Но есть и хорошая новость. Проблема разрешилась, потому что государство предоставило дополнительное финансирование, в связи с чем мы можем возобновить прием пациентов в полном объеме, предоставляя оплачиваемые государственным услуги. Система предварительной записи к окулисту сохранена, но уже больше для удобства пациентов. Прийти к врачу в назначенное вам время проще, чем часами сидеть в очереди перед кабинетом. На сегодняшний день, чтобы попасть к доктору, придется подождать три недели. С какими же проблемами чаще всего обращаются к окулисту пациенты? Проблемы у детей отличаются. Детям больше требуются очки, а у взрослых и катаракта, и глаукома. В этом разница между детьми и взрослыми. Оказывается, тенденция распространения проблем со зрением увеличивается. Поэтому очень важно обратиться к специалисту своевременно. Проблем стало больше. Катаракта молодеет. Если раньше катаракту диагностировали после 60 лет, то теперь ее оперируют и в 40. И глаукома теперь проявляется у молодых в 40-50 лет, а раньше была в 70-80. Поэтому людям после 40 необходимо проверить глазное давление. Своевременная проверка состояния глаз и диагностика заболеваний глаз – залог хорошего зрения на долгие годы. Поэтому главная цель проверки зрения – профилактика глазных заболеваний. Только регулярно проверяя глаза, можно своевременно диагностировать заболевания глаз и назначить необходимое лечение, которое позволит предотвратить потерю зрения. А причины проблем со зрением бывают разные. Причин возникновения глаукомы мы ни одной не знаем. Есть мысли, что это из-за проблем с сосудами, из-за мигрений, болезни Альцгеймера. А причина возникновения катаракты – ни телевизор, ни компьютер. Это больше окружающая среда, возможно, химия. Катаракта тоже молодеет. Также могут влиять привычки питания, потому что катаракта возникает из-за проблем в организме, не из-за проблем с глазами, а у детей, конечно, близорукость. А этому причина как раз и телевизор, и компьютер, и большие нагрузки в школе. Если взрослые сами в ответе за свои действия, то за тем, как проводят время дети, надо следить их родителям. Особенно это касается тех родителей, чьи дети часами проводят у компьютера. Солвита Демонта, Ирина Курганова, Андрей Кулыгин, Курзамское телевидение.